Сегодня хочу рассказать вам больше о столице острова Гран-Канария в прекрасном городе Лас-Пальмас В частности, о втором самом популярном пляже в столице, пляже Аль-Караванерас Что здесь можно делать в солнечную погоду, в облачную, если вы приехали сюда специально или оказались случайно? Досмотрите это видео до конца, чтобы отдыхать здесь, в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, как местный житель Качественно, комфортно и неразорительно Пляж Аль-Караванерас один из городских пляжей, которыми располагает столица острова Лас-Пальмас Второй по посещаемости после Лас-Кантераса, этот натуральный пляж имеет такое сложное для произношения название Потому что ранее был местом обитания птиц Кроншнепов Пляж Аль-Караванерас, он на самом деле небольшой, всего лишь длину 550 метров И эти полкилометра простираются от Королевского морского клуба до Волнореза Откуда начинается спортивный морской причал с мастерскими по ремонту яхт и клуб Бородеро Кстати, видите эту прекрасную зону для пеших прогулок и езды на велосипеде? Имейте в виду, что если будете отдыхать в Лас-Пальмасе, вся эта морская авенида или проспект соединена в единую линию И если вы возьмете велосипед, то можете проехать через весь город и закончить свой велотур приблизительно через 10 километров на пляже Лалаха Который находится на въезде в столицу И если продолжить тему спорта, то пляж Аль-Караванерас как магнит притягивает всех, кто увлекается пляжным волейболом, парусным спортом, греблей на каное Здесь работает спасатель, есть медпункт, туалеты и возможность принять душ или просто сполоснуть ноги от песка Удобно, правда? На самом деле, если вы задались целью позагорать в городе, если вы тем более остановились в одном из столичных отелей Этот пляж для загара и тем более для купания я бы вам не рекомендовала Потому что, как вы можете понять сами, вы видите по картинке, расположен он в портовой зоне Поэтому, как вы уже сами могли догадаться, что часть машинного масла, какие-то отходы, какие-то нечастоты так или иначе попадают в воду До пляжа вы легко можете доехать на общественном транспорте или на такси Рядом есть велопарковки и очень бюджетный сервис аренды велосипедов Что касаемо досуга, помимо загара, то буквально в трех минутах ходьбы от пляжа начинается торговая улица Меса и Лопес С многочисленными магазинчиками, бутиками и легендарным испанским универмагом El Corte Inglés Недалеко расположена площадь Испании Прогуляйтесь, это займет всего лишь пару минут Здесь можно попить кофе или освежиться прохладным пивом с видом на эту композицию, посвященную канарцам Обязательно постарайтесь прогуляться по этой космополитичной улице А если вы задержались здесь до вечера, то в видео про бары и рестораны Лас Пальмаса, ссылку я закреплю в комментариях Вы сможете пометить себе места, где могли бы отдохнуть хорошо и гарантированно набраться классных впечатлений Лас Пальмас де Гран-Канария, кстати, входит в десятку крупнейших городов Испании В этот город даже без туристического юга можно приехать и остаться на две недели или даже на целую зиму Так как делают это многие цифровые работники на дистанции Которые не только работают здесь, но и получают удовольствие от рекреативных возможностей, прекрасного климата и испанского гостеприимства Я очень надеюсь, что этот репортаж вам понравился и вы обязательно поставите ему лайк Подпишитесь на мой канал, чтобы знать больше о туризме на Канарских островах С вами была Екатерина, всего хорошего и аста-пронто! Субтитры сделал DimaTorzok